22 года существует Святая Седова Новосибирске. И 22 года каждую последнюю среду каждого месяца мы встречаемся с вами здесь, чтобы поговорить о высоком, чтобы услышать лучшие образцы шедевры музыкальной мысли в исполнении лучших исполнителей города Новосибирска. Встречаемся с интересными людьми. И, честно говоря, давно бы надо было уже поподчивать вас в встрече с нашим сегодняшним гостем. Но я просто счастлива, что наша встреча именно сегодня как раз состоялась, состоится. Я приглашаю сюда ко мне нашего сегодняшнего гостя, но сначала я попробую перечислить, беспокоюсь, что я не все перечислю. Это музыковед, исполнитель, дирижер, педагог, писатель, сценарист, либретист, ведущий радио, теле и филармонических передач, создатель и бессменный руководитель детского музыкального театра «Мир музыки», которому тоже уже больше 20 лет, заслуженного артиста, заслуженного деятеля искусств, художественного руководителя Новосибирской филармонии, Владимира Михайловича Калужского. Спасибо за внимание. Владимир Михайлович, вот то, что Вы, у меня первый вопрос, то, что Вы родились в семье музыканта, скажите, пожалуйста, это уже предопределило Вашу судьбу или были какие-то другие варианты развития Вашей биографии? Варианты очень всегда есть, и когда я начал себя, так сказать, воспринимать как какую-то самостоятельную единицу, я, конечно, хотел эти варианты реализовать. Потому что так получилось, что родители до Великой Отечественной войны активно участвовали в концертной жизни. Это отдельная тревица-поэма, об этом можно долго и рассказывать, и я с каждым годом, так, наверное, чисто возрастной, все больше и больше в это вникаю. Сейчас трудно себе представить, что вот мой отец, он училист, учился в Московской консерватории, вдруг однажды в Московской консерватории, это в начале 30-х годов был, в прошлом столетии, приезжает человек, мы его назвали сегодня бизнесменом, они там промышленником, который обращается на кафедру камерного ансамбля, где вот эти квартеты были, с просьбой, дайте нам квартет студентов для нашей социалистической стройки. Мы хотим, чтобы этот квартет помогал рабочим нашим вникать в высокое искусство. Эта стройка называлась Соликамский калийный комбинат, она сейчас существует. Что такое калийный, я знаю, что это одобрение, но может, что-то они еще делают, потому что это очень потрясающее, так сказать, по значению стройки был его тот самый, Владимир Михайлович Цифринович, как-то говорили, директор Орденоносец, потому что у него был такой вот здесь важный дар, он заставил эту кафедру сделать, как мы это называем, кастинг, и несколько струнных квартетов играло перед ним, а он сидел, он был не просто инженер, он был, так сказать, человек старой закалки, знал, не только, но и вообще музыка, он выбрал этот квартет, в котором отец работал. И они три года катались по Советскому Союзу в качестве струнного квартета имени государственного калийного комбината. Можете представить, что мы будем сегодня? Кстати, меня это очень иритировало в 70-е годы. Почему? Когда у нас в стране пышным цветом расцветала профсоюзная так называемая самодеятельность, когда при всех заводах, при всех ансамбле песни и пляски, и прочее, сарафанная самодеятельность, мы думаем, а почему бы какому-нибудь заводу имени Чикалова не создать при себе в образцу первых пятилеток симфонический оркестр, струнный квартет не выявил. Так или иначе, три года они там были в Соликамске, плюс там была музыкальная школа, где отец был, по-моему, директором, Лиза, в общем. То есть они катались, с ними каталась моя мать, пианистка, потому что с фортепиано, на самом деле, знает, всегда веселее, даже на заседании Цветаевского клуба. А потом они еще попали в интересную вещь, что Московская консерватория каждый год отправляла за полярный круг на остров Рангеля бригаду не только музыкантов, там были носовики-затейники, чтецы, и вот они попали в такую бригаду, у них была проблема, которая сейчас кажется странной, от Москвы до Владивостока надо было проехать на поезде, надо было кормиться. И вот эти вот полуаспиранты, полустудентки, мама была студенткой, отец заканчивал аспирантуру, они пошли в знаменитый магазин, как он на Трешской называется? Елисеевский. Да, Елисеевский. И они купили от безнадежности вот такую банку черной икры, которую они ели от Москвы до Владивостока. Почему я об этом говорю? Потому что икра, естественно, пропала, а банка осталась. И долгие годы она в семье была, так сказать, таким замечательным устройством, потому что там хранились пуговицы. И пуговиц так было много. А потом родился я, поездки, естественно, прекратились. Отец работал на радио еще редактором, в московском радио музыкальном редакторе и квартетом «Неглим». Потом началась война. Отец ушел вместе с своим квартетом в народное ополчение. Народное ополчение Краснопресненского района. Был такой, такая опция в начале войны, о которой, в общем, пишут книги, но мало еще, это трагическое, где было дело, потому что люди записались в это ополчение. Краснопресненский район – это центр Москвы, это московский университет, это вузы, консерватории, союз композиторов и так далее. Они думали, что они будут делать то же самое, что ополченцы времен графа Ростопчина, там, 1812 года. То есть кормить, перевязывать раны, копать и так далее. Они начали вроде бы это делать, и тут их внезапно превратили в действующую воинскую часть. То есть им, людям, которые вообще никогда не стреляли, дали винтовки, одели военную форму и бросили, а куда это значит? Август-сентябрь 1941 года, те, кто знает, что это такое, это направление главного удара немецких войск на Москву, это знаменитые танковые армии Гудерианы и так далее, и так далее. Короче, кульминация пришлась на октябрь, когда их расколошматили, естественно, кто во что был, так сказать, гораздо уцелел, не уцелел. От квартета отец получил контузию, один погиб, один пропал без вести и так далее. Ну и дальше вообще началась у него военная жизнь, у меня вот гражданская, тут Нижний Новгород я с матерью бежал в октябре 1941 года, потому что все бежали в это время из Москвы. Ну и так получилось, что после войны семья воссоединилась, в Москве не оказалось места для жилья, потому что я с гордостью говорю, родился и вырос в общежитии в Московской консерватории, где играл в футбол со многими коридорами с знаменитыми последствиями музыкантами. И они переехали, ну, я понимаю, что я сейчас выгляжу плохо, то есть наша семья все время жила за границей, мы переехали в Киев. И там тоже был квартет имени Вильема, и они ездили много, ездили в Болгарию, Румынию, это первые годы, мы с вами получили звание заслуженных артистов России, мать ездила с концертами, с вокалистками, она работала в Германии, оккупированной в Жуково, как это называлось, там давала концерты, а меня воспитывала тетка, знаток немецкого языка, переводчик, играющий прекрасно на рояле, и я рос, я об этом я написал, но есть такое, у нас сейчас нет этого выражения, к сожалению, сейчас я был уличным мальчишкой, если кто-то знает, что это такое, это плохо, было, потому что уличные мальчишки вели себя, так сказать, нестандартно, они были неуправляемы, вот я рос уличным мальчишком с первого по третий класс, черт не знает, что мы вытворяли, у нас был двор дома филармонии, только одна филармония там жила, мы жили в замечательной квартире, ну надо представить, это совершенно булгаковская, или какая-то еще по Высоцкому, дом, где было 4 этажа, и раз, отлично, 8 квартир, все, мы поднимались на второй этаж, наши этажи, я до сих пор помню, и там было 12 или 14 жильцов, по числу комнат, в конце этого коридора, была одна по Высоцкому, маленькая туалетная комната, утром там естественно возникала очередь, и было то, что мы сейчас не знаем, была кухня на 12 человек, с черным ходом, это в отбор можно было проникнуть, и были наши коллеги, так сказать, разные, возникают очень острые ситуации, я помню, что дочка, чтеца Шаревская, Ксюшка, она вызывала всеобщее презрение, потому что в туалет она ходила с кругом своим, в 1946-1947 году, это трудно было поверить, трудно было поверить, но так в один прекрасный день родители перевелись в другую иностранную страну, в Беларуси, и мы уехали оттуда, и вот здесь моя воля для жизни кончилась, потому что меня определили специальную музыкальную школу при Беларусской консерватории, и я стал вроде бы тем, чем я должен был стать, и там я учился до конца 10-го класса, но в 10-м классе я захотел стать оперным режиссером, это были такие наивные и чистые мечты, потому что потом я узнал, что оперные режиссуры брались уже с готовым одним музыкальным образованием, кроме того, музыкальная режиссура, а мне было жалких 17 лет тогда, это вообще для режиссера это копейки, то, что называется, режиссура была только в Питере, а туда меня мама одного, естественно, поставить не могла, ну, потому что не могла, не хотела, боялась, и я просто был в консерватории, то есть я был в виде тюбика, которого, так сказать, выдавливали, а дальше уже было значительно сложнее из этого выскочить. Поэтому, оставаясь профильным музыковедом, я все время пытался реализовать свои несостоявшиеся надежды. Да поэтому, в общем-то, так оно и получилось. Я очень жалею, что не стал режиссером, хотя потом я это реализовал в других, так сказать, своих поступках. Ну, вам удалось реализовать именно в этих рамках себя, вы слышали, да, вот это перечисление, причем я перечислила не все области, так бы я и сказала, музыкознания, наверное, да, в которых Владимир Михайлович является экспертом, признанным специалистом, и, в общем-то, ну, я понимаю, что вы как близнец, близнец-близнеца понимает хорошо, что вы все это успеваете делать, это я понимаю. А какие мечты или мечтания юности или, может быть, зрелых лет остались еще не реализованными? И такой вопрос, когда вы собираетесь начинать их реализовывать? Ну, вторая часть вопроса, она осложнее немного, потому что времени, может быть, не очень много осталось, хотя очень, безусловно, осталось, но я хотел одно время быть биологом. Почему, я не знаю. Причем, каким биологом я, не потому, что у меня была страсть там к лукашкам или что-то такое, но мне нравилось это слово. Биология, она меня, так сказать, влекла. Кем я еще хотел стать из таких профессий? Ну, где-то около медицины что-то такое было. Я, может быть, хотел немножко стать инженером-строителем, не очень по ней хорошо понимая, что это такое. Так сказать, когда я переехал в Новосибирск и столкнулся с строительством, тут в реальности понял, что я глубоко загруждался, что это немножко другая профессия. Наверное, я хотел стать архитектором. Но, к счастью, я совершенно не умел и не умею рисовать. Хай-о! Я хотел стать художником, совершенно точно. Пожалуйста. Именно потому, что... Может быть, по этому, извините, у меня одна из привязанностей была абстрактная живопись, потому что я понял, что вот здесь-то все будет в порядке. И мы сидели на уроках. Надо понимать, что любая информация о живописи 20-го века была закрыта. Но у меня дома была... Отличная библиотека была у отца, потому что, когда он был аспирантом, им давали специальные деньги на покупку книг. И немало книг было 1937-го, 1936-го, 1935-го и прочих годов. И вот там была книжка, которая называлась «Экспрессионизм». Там были всякого рода иллюстрации, черно-белые причем. Вот всякой живописи той самой, она производила впечатление. Можно было, сидя на любом уроке, на любом уроке, рисовать нечто подобное. Потом, правда, я это уже реализовал тогда, когда начал ездить за границу, ходить по музеям, собирать, так сказать, вот книжки такого рода «пап». Еще я вспомню, значит, я хотел быть, когда поступил в эту школу, я захотел быть драматическим актером. Ну, это тоже понятно, потому что это сродни нашей, так сказать, профессии. Реализация. Но мне повезло, потому что одна из моих соучениц, а у нас класс в этой музыкальной диссертке, делился на две группы. С одной стороны, это были плебеи, дети музыкантов, там, так сказать, актеров, а с другой стороны, были дети ответственных работников. Одна часть приезжала в школу на машинах, вторая, как сказать, приходила пешком. Среди нас был один, ну, такой очень любопытный пример, один мальчик, который был сыном бывшего министра. То есть он находился где-то между двумя этими классами, и ему было достаточно плохо. Я понимаю, но там была девочка, я думаю, что в классе 4-5 даже у нее были какие-то симпатии, или, может быть, взаимно, не знаю. У нее папа был народный артист СССР. Если вы представляете, что это такое, ну, в Новосибирске таких человек все было, двое или трое, там, какой-нибудь Покитченко, еще кто-то. А в Белоруссии, естественно, их много было, потому что был русский театр, белорусский. И вот этот самый его папа, который играл характерные роли, замечательный, и она мне произнесла фразу, я был 11 лет, даже как у меня, но по-женски потрясающе мудро, который меня отрезвил. Она сказала, что если быть актером, то только таким, как мой отец. Я, собственно, помню, что я вряд ли здесь могу быть таким актером, как и папа, потому что он играл каких-то там простаков и прочее-прочее. Я хотел бы... — Героические роли? — Лилические. — Лилические. — Лилические, скажем. Нет, но вы знаете, наверное, кто-то из людей нашего поколения это помнит, что прелесть курса литературы русской заключалась в том, что там уже был на уроках читали пароля «Горе от ума», «Ревизор» и так далее. И вот, во-первых, не надо было ничего учить, я бы думал, только читать. Но потом это был восторг, потому что ты читал там Чацкого или кого-то еще. Это было замечательно. Вот это рождало иллюзии, от которых меня вовремя благодаря этому девочке избавили. Правда, она потом вышла замуж за актера тоже, но это уже другая история. Вот так вот такие вот были активы. А что дальше делать, я не знаю. Отдельная история – это мои взаимоотношения с автомобильным транспортом. Я этому посвятил небольшую авто-биографическую книжку, которая называется «Кар», потому что, как все люди моего поколения, как все мальчишки, я, конечно, бредил машинами. Бредил машинами, и я вспоминаю здесь о том, что вот в первые послевоенные годы пространство около нас запомнилось трофейными машинами. Вряд ли кто-то сейчас это помнит, но все последующие советские машины, они были собраны с немецких образцов, с «Опери» и так далее. Там «Опери» был кадет, лейтенант, капитан и так далее. И вот первая машина, это до победы. Это, конечно, вызывало восторг. А была машина такая «БМВ», это марка всем знакомая. Она была каких-то необычайных форм. У нас один знакомый привез ее. Откуда они были? Офицеры привозили из Германии. Такая неофициальная репарация была. Всегда можно было найти, взять или купить в дешевке такую машину. Она пахла совершенно изумительно. Я сейчас помню, как пахла эта кожа. Ни одна машина в моей жизни. Ни моя собственная, ни гостевая так не пахла. Это был какой-то нездешний запах. Это, конечно, рождало мечты. Но это удалось сделать только спустя многие годы. Когда мы учились в консерватории, вдруг гримасы нашей внутренней политики вдруг в вузах искусства ввели военные кафедры. Это значит, что среди мирных профессоров артепьяны, гармонии, вокалы и так далее появилось два человека. Один полковник, второй подполковник. Подполковник, с нашей точки зрения, был страшным идиом, потому что это совершенно швейковский персонаж. Мы были такими антимилитаристами, мы все это читали. Но нам было сказано, что если вы не сможете сдать экзамен в этой подготовке военной, вы не получите диплом музыковеда, пианиста или кого-то еще. И если вас плохое поведение уберут с этих занятий, я через это прошел, к сожалению, вас могут участвовать из консерватории. Для этого не дошелотно. Ходили туда, 4 часа сидели, мучились. Потом еще была непонятная для нас дисциплина самоподготовка. Это была стенная тетрадь, которую надо было заполнять и оставлять ее обязательно там, в консерватории, чтобы враг коварный, прорвавшись там домой, не прочитал, что мы думаем про структуру пехотного взвода в отечественной армии. Мы пехотинцами, так сказать, были. Из нас делали солдат. И последний барьер, который мы так вот эти вот скаковые лошади должны были преодолеть, это было автомобильное дело. Автомобильное дело, мы должны были получить права, и тогда мы могли перетендовать на одну звезду младшую лейтенантов. И вот, ну, во-первых, там было много прелестей на занятия, надо было ходить в шапки. А это были золотые годы, так сказать, прикосновения к свободе, когда вся молодежь ходила из головных убор, но особенно в Белоруссии, где погоды не такие, как здесь. И перед занятиями по военному делу мы рыскали по всей консерватории, у девчонок одалживали биреты. То есть мы больше походили на французских этих макинь, вот еще, с автоматами, естественно, заряженным, мы корцевали под окнами канцелярии и так далее. И вот начались наши будни автомобилистов. Мы крутили баранку в машине, которая называлась SuperGas, там, по-моему, 10 или что-то такое. Один из первых, так сказать, примеров автомобилей наших. Но самое страшное не это, мы ничего не понимали, я и до сих пор плохо понимаю, системы, так сказать, сжатия, выхлопов и так далее. Вряд ли это нужно. Я вспомнил, кстати, что когда мы были в Англии с биг-бэндом Толкачева, наш спонсор привез к себе и во дворе наши музыканты обнаружили ее машину под названием Бентли. Мужчины, а даже некоторые женщины понимают, что это такое. В Новосибирске три Бентли, по-моему, только было, что-то в этом роде. И вот они, значит, фотографировали, значит, сигареты, пел. Но самое главное, что нужно русскому человеку, что нужно посмотреть, что внутри. И они долго-долго к нему приставали, чтобы он открыл капот. Но он не понимал, что им нужно. Но, конечно, он открыл капот, а там ничего не оказалось, потому что под капотом был еще один капот запаянный, который не для любителей, было для завода, фабрики, где это выпускалось. Но вот для нас капот как раз в этих машинах он был открываем, потому что проблема заключалась в том, что нашим инструктором был человек чем-то по жизни отделенный, и он лет на 10 был у нас старше, он был 20, он 30. И в результате своей какой-то сложной жизни он решил поступать в музыкальное училище на класс кларнета. По отношению к нам у него была, так сказать, такая совершенно классовая неприязнь, чтобы не искать ненависть, потому что мы ничего не умели, и к нам там были уже почти специалистами в той области, в которой он ничего не понимал. Ну, все равно теоретики, композиторы, пианисты и прочее, прочее. И у нас с ним были очень сложные отношения, потому что я с рожащими руками, значит, и ногами нажимал на адрес то, что можно, мы ехали, я видел, что за 50-60 метров идет какая-то очень пожилая женщина, и, естественно, начинал тормозить. На что он взрывался, так, практически матом, что ты тормозишь, дави ее такую-то, такую-то. Я, значит, начинал давить на газ, и когда я уже подъезжал к этой даме, да, испуганной женщине, она переходила, он ударял мне уже параллельные тормоза, так сказать, у инструкторов были, что ж ты, мать-ка, понимаете, значит, себя позволяешь? Вот я совершенно опускал. Но лучшее его защита, лучшее его упражнение было, когда он намеренно выключал зажигание, то есть машина глохла, и он заставлял нас ручкой, значит, идти туда. В это время, как я сейчас понимаю, нажимал на какие-то педали опять, и машина не заводилась. Причем это, как правило, было на очень крутом перекрестке, где слева-справа стояли такие же грузовики, так как классный, бастапсовый шоферский мат стоял, а я, значит, крутил эту штуку, пока он мне не удержался. Но это, значит, бог автомобилизма, это суровый, но справедливый бог. Значит, он собирался стать логинетистом, ему надо было сдавать экзамен. Не только по этому делу, а по-моему, еще не надо было. Там был такой страшный предмет для него музыкальная граната. А я к этому времени уже там полтора или два года в каком-то училище, в молодежище, работал, я уже многое знал, не говоря о том, что он уже был на четвертом, на пятом курсе. И вот однажды, во время этой процессии, мы едем-едем, и вдруг он меня спрашивает, то есть мы практически не разговаривали, мы не играли. Что такое полутон? Вы по тормозам? Нет. В том-то и дело. Вот в этом проявилось мое высокое знание музыкальной гранаты. Я не отрываю, то есть я говорю, кратчайшее расстояние между двумя звуками. Я сейчас отрываю, это его потрясло. Он мог представить, что это хмырик, который вообще ничего не понимает в машине, может так четко формулировать, а что мне оставалось делать? Только я это и мог формулировать. И он меня зауважался. Перестал одеваться. Я не знаю, чем кончилась его эпопея, но по крайней мере, я помню, что я горжусь своими знаниями, которые были обвлечены в эту античную, я бы сказал, формулу. Я даже не знаю, я правду сказал, или правду, или неправду. Ну вот так, и мы получили права. Получили права, и получили, и в это время проще, кто сдает очередной указ распустить эти кафедры. И мы не ездили там куда-то на сборы, но мы все-таки сдали госэкзамен, и мы вышли из вуза, имея в запасе вот эту одну сиротливую звезду младшего лейтенанта. Ребята, которые за нами шли, они не сдавали госэкзамен, они пошли на три года служить в советской армии. Ну, всякие хоры, ансамбли и так далее. Ну, и вот с тех пор я знал, что у меня где-то там, за границей, через два года я выехал в Новосибирск, лежат мои права. Это меня грело ужасно. Потом со временем я начал понимать, может, они их потеряли, может, они забыли и так далее. Одним словом, но каждую весну я хотел стать автобилистом. Дороги освобождаются от снега, дороги тянут. Я осуществил это только десять лет тому назад вызов шок в медицинской комиссии, которая посмотрела на мое дело, потом на меня как идиот значит, вы что? Я говорю, ничего. В первый раз, я говорю, ну, я три раза сдавал экзамен, так сказать, и он сдал. Ну, ладно, сказал, пожарключай, ну, что сразу возьмешь? И я получил все необходимые документы, я купил с помощью друзей машину, я ее как мог очень осторожно бил. Аккуратненько. Аккуратненько, да. И когда я бил ее, и она теряла какую-то фавру, и что такое, я чувствовал себя глубоко несчастным, потому что я думал, что вот она кого напоминает? Ну, в семейных отношениях кого-то с подбитым глазом. Вот что-то. Мне было стыдно выезжать на ней, хотя сейчас я выезжаю и смотрю, огромное количество вдрызг разбитых, машины, и так далее. Я не мог понять, а то кто-то мой друг Марк Шелинер приехал сюда, говорит, слушай, почему такие грязные машины? Я говорю, ну, у нас зона рискованная за неделю, поэтому мы просили, так живем. Короче говоря, вот это я реализовал. Реализовал. Я не стал, правда, грузовиками, лихачем? Нет, не лихачем, а водителем, грузовиками или автобусом, но эти маленькие машины, там уже третья, которые я меняю иногда, по задействию, это меня вполне устраивает. Более того, в наших условиях это очень удобно, потому что я пролезаю здесь, где можно пролезть. Вот, собственно, тоже было реализовано. Так что самое главное, и чем мне нравился Новосибирск, и нравится это сфор, то, что это город, где, ну если не стопроцентный, то 95% реализация возможна, возможна. Что я пытался доказать. Хорошо, Владимир Михайлович, прежде чем я задам вам следующий вопрос, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что здесь, в нашем зале, совершенно случайно оказалась ведущая солистка Новосибирской филармонии Олеся Журавкина. Да что? И совершенно случайно она захватила с собой пианистку Елену Поповскую. У которой абсолютно случайно оказались ноты романса Рахманинова «Здесь хорошо». Но у меня, простите, надо было или «Здесь хорошо», или «А нет у вас романса?» «Он нет, молю не уходи». Сегодня нет. Я думаю, что мы предоставим возможность им украсть, но украсть, но украсть. АПЛОДИСМЕНТИО И дали огнем горит река, Цветлым кукломом олегли, Минеют облака. Здесь нет людей, Здесь тишина, Здесь столько воздвая, Цветы на старую сказку, Да ты, мечта моя. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше я как раз хотела поговорить о нашем городе. Скажите, пожалуйста, вот то, что вы практически сразу после окончания Белорусской консерватории приехали в Новосибирск, через сколько времени после приезда вы смогли назвать этот город своим? Я знаю, что вы интересуетесь историей, и не только просто историей, но и историей города Новосибирска. Я думаю, что в отличие от Белоруссии здесь не только климат другой, здесь люди другие, взаимоотношения другие. Вот вы попали вот в эту среду. Что вам пришлось сделать, чтобы принять этот город? И как скоро это случилось? Это случилось не скоро, потому что такие вещи, в общем, скоро не происходят. Надо сказать, что я после консерватории, я год работал, честно, по распределению в замечательном городе Витебск. Это сейчас город славянского базара и так далее. В то время это был совершенно захудалый город, но меня привлекало то, что, знаете, такие мистические, интеллигентские вещи, что это город, в котором родился Шагал. Значит, о нем вообще тогда никто даже не вспоминал. Это сейчас там мемориалы, так сказать, и прочее, прочее делается, а Шагал никто. Но самое главное, что это город, в котором родился Иван Иванович Солертинский. А Солертинский был для нас тогда, для нашего поколения, для нашей профессии легендарным существом, потому что книга его там одна была. Мы зачитывались его широтой и прочее. Вот такой вот город был. Но я работал там совершенно как чернокожая на плантации, потому что, ну, это трудно представить. А там некому было работать, поэтому я был преподавателем, я был классным руководителем, такая есть опция, и был завт отделением. У нас было три человека в отделении. И моя нагрузка в неделю составляла 64 часа. То есть, да, ужас. Это 40, это 8 часов в день. А 64 часа сколько? Есть мюанс. Я это укладывал в пять дней, потому что на шестой я уезжал обычно в Минск и так далее. И мы начинали, мы все начинали, так как в армии, 8.31 урок, в час перерыв, полтора часа, и весь педагогический состав шел в один ресторан, в котором все питались. И потом уже до вечера. Правда, к вечеру уже становится плоховато. Естественно, дальше в общежитии, сон. И надо было еще готовиться к занятиям. А кто-то недавно сказал справедливо, что самое главное для педагога, главное достояние – это свободное время. Вот свободное время было очень мало. Но я был юно, промечив, так сказать, и авантюри на многом. Ну, так иначе год проработал. Да, я еще в конце там организовал камерный оркестр, и они у меня играли и дирижировали. Эти ребята сейчас в разных концах мира находятся, по парочкам в Штатах, в Москве одна девочка и так далее. Мы на переписываемся. Но я что-то такое там махал, они играли какие-то хоралы. Баха, струнники, там даже альтов не было. Там были только первые, вторые, третьи скрипки и велончели. Других специальностей не было, духовников не было там. Вот, и поэтому в конце этого периода я понял, что надо с собой что-то делать, потому что, ну, оставаться там, знаете, вот с точки зрения Житейской, это было совсем неплохо, потому что это очень большие деньги были по тем временам. А ребята, которые со мной параллельно кончали театральный институт, там же Минский, и работали в театре, мне было перед ними сны, потому что их зарплата была 60 рублей с лишним. Вот они вдвоем там уже наработали, а у меня зарплата была в четыре раза больше. Тогда это... Да, ну, то есть я мог идти... Я сейчас это честно говорю, что налоги тогда не платили. Я мог идти после работы, после зарплаты и купить себе костюм. Это, знаете, для молодого человека в 22 года это что-то значило. Очень много книг, очень много много я покупал, естественно. Но дальше перспектива была, что в следующий год будет тоже 64, потом еще я буду зарабатывать много денег, мне дадут квартиру, и я стану одним из тем, из тех, кого я видел там из моих коллег, которые приехали из разных городов, тоже жили. Мне это не нравилось. Ведь я же не просил бури. И мы начали выяснять, куда можно пойти, поехать. Перебирались разные города. От Смоленска до Астрахани и какие-то еще, еще, еще вещи. И выбор пал на Новосибирск, потому что Новосибирск, во-первых, это звучало достаточно экзотично. Потом так получилось, что год, когда я закончил, вернее, начал учиться в консерватории в Минске, здесь открылась своя консерватория, здесь как бы совпадало. И когда меня один раз пытались в Минской консерватории исключить, я подумал, о, тогда я пойду на Новосибирск. Да, один к одному. И, к счастью, здесь оказались соученики моего отца по Московской консерватории, по работе в Минске. Это может показаться, сегодня я думал об этом, что может показаться кумовством и чем-то еще, но я, знаете, очень много читал, изучал и знал биографии музыкальной. Я понял, что один из самых классических способов продвижения является вот эта семейная протекция, так назовем. Короче говоря, они начали выяснять возможности, и я сидел целое лето в Минске, в жару, проедая всю фантастическую отпускную зарплату, представляете, что это было. И получил, у меня где-то есть долгожданная телеграмма от вектора Арсения Николаевича Катериевского, который писал, что приглашается на работу в музыкальное училище и на часы в консерваторию. Только человек в 62-м или 63-м году может понять, что это такое. Для нас, для нашего поколения, работа в ВУЗе – это было все. Потому что это предел силы был сегодня, к этому относятся по-другому, потому что другие зарплаты, и вообще другое. А для нас, ну что еще? Училище, да, в училище я работаю. А вот консерватория – это была светлая мечта идиотов, которая это в Сочи. И я начал собирать все сведения о Новосибирске. Меня начали подсовывать знакомые и друзья, и я прочитал вещь, которая меня совершенно потрясла, что в Новосибирске солнечные дни больше, чем в Сочи. Правда, потом я увидел, что эти дни приходятся на морозные месяцы. Я покупал теплые вещи, ну, как на Северном поле, в общем. Нет, и думал, что они теплые, наверное, да? Нет, я немножко не рассчитал. У меня зовут шапочку. Я купил себе, помню, такой вот полушубчик, примерно как в «Капитанской дочке», вот этот герой, да. Вот этот полушубок я носил, он на Овчине был, но когда я в Новосибирске в нем ходил, люди со мной знакомились больше, чем только «Здрасте». Первый вопрос был «А вам не холодно?» Чего, Нечка, не помните? Кто, с ним вы, кто вот работал здесь? А, значит, здесь работал заслуженный артист БССР, профессор завкафедры струнных инструментов Александровича Митон. Мы с его сыном были, так сказать, практически одногодки. Вот, он тоже учился в Минске. И, а у его жены, покойный тогда, я учился в Минске на фортепиано. И еще здесь работал еще один, так сказать, друг нашей семьи, Алан Сахжалянц, дирижер оперного театра, он потом много лет работал в консерватуре. Вот, это все были люди, которые, так сказать, как бы способствовали, когда я наконец-то пересек. Ну, это только в это время можно сесть в поезд в Минске, пересесть в Москве, а потом два с половиной дня пылить на том, что называется, Сибиряк. Я, конечно, по своей комсомольской такой сути тогдашней, я был чужд всякого быта, я не взял с собой никакой еды. Предпочитаю ходить, конечно же, в вагон ресторана. Но, вопрос о людях. А со мной ехала семья, по-моему, из Кузбасса. Ребята ехали откуда-то из Сочи, откуда-то, так сказать. Тогда все ездили куда. И меня потрясло. По-моему, шахтером был. Меня потрясло. Ну, у них, конечно, была вагон и маленькая тележка всякой еды. Курица, яйца. И они начали меня запихивать, и я не мог понять, потому что вот в Белоруссии то ли это случилось после войны, после оккупации, но отношения между людьми вот такого рода незнакомыми не были. И поэтому брать из рук незнакомого человека курицу, то есть это вообще не комильфо. Вот какие-то были, а они вообще, ну что ты, ну ешь и так далее. Плюс еще ужасная погода была до Омска включительно, а когда мы отъехали от Омска и приехали в Новосибирск, это было 6 сентября 1962 года, мне страшно называть такие цифры, сияло солнце. И я, значит, вышел, да, мои вот старшие коллеги ждали меня на перроне, и начали показывать город. Мы куда-то ездили, в Зайцовский, на эти обкомовские дачи, вот куда-то по этим местам. Но потом мне ректор Арсений Товарищ Катверевский, он признался мне, что, вы знаете, мне о вас много говорили, вот люди, о которых мы... Но меня убедила другая совершенно вещь, это письмо вашей руководительницы консерваторской, я об этом не знал. Она прислала, так сказать, догонку или перед письмом, где она каким-то образом не рекомендовала. Вот она меня, так сказать, убедила этот вопрос, так сказать, что есть в наше время протекция. Да, что все-таки характеристика не просто там родственная, либо знакомство, а профессиональная, и тоже не человеческая, потому что она достаточно хорошо меня знала. Но она сыграла свою роль. И меня поразило в Новосибирске, кроме потрясающих расстояний, я помню, что я обалдел, выйдя в первый раз на площадь Ленин, там еще она была чистой, буквально смесло, там не было страшил этих самых, которые поставили в 70-м году. Я очень тяжело это переносил, я все время думал, что надо куда-то написать. Почему? Потому что, когда я стал, и вы это попробуйте, у дома Октябрьской революции, и смотрел на улицу Ленина, я всегда видел то, что называлось Невской перспективы. Понимаете, я видел колоннаду оперного театра, я понимал, что это некий античный портик, и в этом прелесть Новосибирска, который за всех сил старался быть классическим городом, хотя он, в общем, таким не был. А потом это заставили ногами. Более того, я даже не то что придумал, потому что когда люди из Ленинградской филармонии, они все жили вокруг Красного факела где-то, вот они тоже выходили и смотрели туда, им тоже грезился Питер, хотя в то время Питер еще не посещал. И кроме расстояний, меня поразило, я думаю, что все люди, которые там живут, здесь живут, эти люди придерживые. Ну, так оно, в общем-то, и получалось, консерватория, это, опять, сборная Советского Союза. И когда встречался человек, который был, ну, никакой аборигеном, то есть практически не встречал, не встречал никаких людей поначалу. Встречал людей с потрясающими разными судьбами, и эти судьбы тоже были для меня неожиданны, потому что в Белоруссии вообще ситуация с репрессированными людьми, с людьми, которые прошли через лагеря, вообще она как бы не существовала. Там другая была ситуация. Люди, которые находились в оккупации или без. У меня моя коллега, доктор Новгород, где она в Мажайке такая была, ее не приняли в университет, потому что она, будучи там подростком, она находилась на территории, временно оккупированной с фашистами. А здесь меня поразило то, что люди об этом рассказывают, те, кто учился, помнят, какое количество музыкального училища, а потом в консерватуре было людей, скажем, реэмигрантов из Харбина. Совершенно особая категория людей, удивительно интеллигентные, удивительно порядочные, удивительно точные по работе. У нас была дама, которая занималась учебной частью, Татьяна Галина Пенская. Это совершенно великолепный был человек. Это другой закваски. Были люди совершенно с другой судьбой. Человек, с которым я много лет был близок, Георгий Анатольевич Федоренко, пианист, он пометал мне историю о том, как его отца, который был в Харбине, где-то они уехали туда, когда это все было, в 43-44 году японцы переодели японский наряд, он музыкантом был, заставили играть на каком-то празднике. В это время в толпе оказался наш человек, который это все сфотографировал, и когда война закончилась, он переоделил, и отец этого самого Гоши, он загремел в Казахстан на 6-7 лет. То есть я сталкивался с людьми, у которых были поломанные судьбы, причем не на почве там... Они сейчас его любят. Да, нет, что он пел там при немцах, были такие случаи. У нас один мальчик, его отец пел при немцах в хоре, в Казахстан на театре. Кстати, это тоже было открытие, потому что так мы все знаем, что при немцах все были в партизанах, как сеть сур. Оказывается, они все работали, получали заработную плату, так сказать, неважно, он пел или он на завод ходил. Дальше у меня был потрясающий шок, когда я начал по радио слышать последние известия, и удивительное количество немецких фамилий не было. Я не мог понять. И когда по радио сообщают, что бригадир строителей, там, допустим, какая-то Анастасия Шварц выполнил орган, что-то непонятно, потом еще и вдруг для меня стало доходить, что тут что-то не так, и в колледже, в училище был человек, Леонид Дэнк, такой военист, который мне рассказывал, ну, почему эролисты? Ты знаешь, что нас всех, ну, дальше рассказывали, эпопея, как их перетаскивали из Поволжья в Сибирь, в Казахстан, и мы в начале войны, значит, нас всех поместили в детский дом, и понимаете, какая страдает. И этим детским домом немецких детей заведовал раненый на фронте наш советский солдат, который, в общем, чего-то там лишился, какая-то была эмоциональная, так сказать, напряженность, как он их, так сказать, вот, и... — И был, по-сидиматикой дороги в вагонах, и тихо. — Да, ну, это, так сказать... — И я, чесанам, не знаю. — Ну, вот это я, так сказать, все не помню, он мне рассказал про себя, и он рассказывал о том, что до 65-го года, ну, правда, это уже позже было, у них была радость, когда в 65-м году молодых людей, так сказать, происхождения немецкого, начали приглашать, призывать советское армию. То есть, их права гражданства. Ну, и был еще один момент, когда Юрий Александрович Брагинский, с которым мы очень близко сошлись, который старожил Новосибирск, он почти здесь сродился вырос, он сказал, «Знаешь, вот эта улица, на которой я потом, так сказать, жил, улица называется 905-го года, ты знаешь, как она называлась раньше? Я, наверное, называется Переселенческая». Вот там вот около вокзала останавливался вагончик, из него выходили люди, и я видел в детстве для Брагинска, из-за которых вели, значит, под конвоем, разрушенной ныне тюрьме, на углу Нарымской 905-го года. Вот такие вот вещи, они потрясающе менялись. Ну, в самой консерватории был ректор Николай Федорович Орлов, отсидевший какое-то время, так сказать, до этого. После него был Арсений Николаевич Клеевский, он просто был, кстати, прекрасный российский интеллигент. Питерский октавр был Леонид Николаевич Шевчук, которого в 1936-м году посадили как японского шпиона, он играл на скрипке в Японии один раз, так сказать, а его в Ташкенте все. То есть, понимаете, везде совершенно новые люди, новые ситуации, которые я просто не знал. Не знал, и для меня это была колоссальная школа жизни. И плюс, к сожалению, заканчивая этот вопрос. Меня поразило то, что степень, так сказать, душевности человеческой, открытости намного больше, чем назад. Потому что, чего стоит такой момент? Я страдал от мороза диком. В основном не от того, что было холодно, а психологически. Потому что мой коллега и приятель, так сказать, Сел Селыч Задирадский, такой же доктор наук. Я говорю, не бойся, он из Львова был, так сказать, он уже года два здесь был. Я говорю, не бойся. Самое главное, если ты не будешь тереть нос, он отпадет, а так все нормально. Все нормально. И вот, когда я топал, морозы были в те времена, может быть, это был на порядок выше, чем сейчас. Это был здоровый, сухой воздух, и я в своем, значит, этом самом клубчике вышагивал и шел. И меня поразило то, что совершенно незнакомый человек мог подойти к нему, у вас щека белая. Да, трите, трите, трите. Меня это тоже поражало, как в Москве, там, в Минске. Мне все наплевать, так сказать. Белая, разве, черная, щека уже. Ну и, кроме того, я пожив немножко квартирю Александрова Чернетона, такой шикарный дом на Чаплыгину, он сейчас так состоит, я нашел, наконец, себе частное, так сказать, жилище. Это тоже было первый раз в моей жизни, так сказать. Вот. И женщина, которая у меня приютила, она, я не помню, что это сделала. Знаете, раньше надо было сначала это должен прописаться, потом устроиться на работу или наоборот. Директор училища устроил мне работу без прописки, она меня прописала без штампа о работе. Она была работницей завода электросигналов всего лишь. Она была работницей и была бабушкой ее, как сказать, с откуда-то из Миндовской губернии. И дом их находился на улице Красноармейской, на краю, лого там, значит, был. Это черт не знает, как далеко я знаю этот номер. Я никогда там больше не был, но я знаю, что это фантастически далеко. Это находилось около места, можно знать, старожилы, где находился кислородный завод. Кислородный завод, для меня понятие было совершенно фантастическое, но как, что такое? Да, в Казахстане районах, что они там делают? Кислород, можно сказать, кислород готовят, значит, атмосфера в этом районе была совершенно особая. Но больше не запомнилось вот в это время потрясающая поколенная грязь, которую, значит, надо было... Никто не убирал? Да. Ну, там просто это док было. И вот пока не берешься до автобуса номер, сейчас я не помню, два, по-моему. Пятьяр? Нет, опять нет. Пятьяр была сейчас. Он шел оттуда, от кислородного завода, шел через весь Октябрьский район, там, где на Фрунзе находится дом книги, вот была самая наука, тоже его сейчас нет. И я выходил из этого автобуса около гостиницы Сибирь, там, где консульство германское, и там были, начинались искусы большого города для меня, так сказать. Там внизу был подвальщик, где давали бутерброды с сыром и наливали шампанское. Понимаете, что выпить шампанское за 50 копеек и съесть бутерброд, и это сразу теплый, правда, через 10 дней я понял, что это мой бюджет. И следующий шаг у меня был в консерватории. В консерватории я шел, у меня там были знакомы, я проходил туда, дальше я, простите, скрывался в мужском анталетике, я всячески себя оттирал. Мне было стыдно ходить вот в той самой машине с подбитой фарой. А после этого наш кроссов был уже в сторону улицы, которой тоже, к сожалению, уже нет, Енисейская улица, где находилась замечательная двухэтажная здание музыкального училища. Барак. Ну, не барак, но, в общем, я тоже не знал эту архитектуру, потому что в Белоруссии все эти здания не сгорели в времени. Естественно, поэтому там ничего этого не было. Я не ел ничего дома, быт заедает. Иногда бабушка, когда уходила или хозяйка, она мне говорила, утром особенно, ну, выпей кваску. И я пару раз повелся на это дело и, конечно, в Ассок, это была брага, настольная на каких-то симпатичных сиденьях. И после этого я так и шел в автобус, и мне не надо было уже спускаться в этот самый раз подборочек. Но, когда я уехал оттуда через год, уехал, конечно, как всегда, оставив там часть своих книг, потому что там дикое колодрыбье, я помню, в маленькой комнате вот, где-то такая я ложился спать и читал книжку, которая соответствовала этот, так же, канадский или американский художник, был очень популярен в Советском Союзе, он там писал про всякие северные страны, вообще-то... Роколки, да. Вот, часть книг осталась. И я... Ну, у нас с ней были такие отношения, вы знаете, если я уехал из дно в белой рубашке, значит, через пару дней вернулся. А если я уехал в черной рубашке, не ждите меня через неделю, потому что это холостой образ жизни, у меня были где-то какие-то места для ночевки в городе, в консерватории. Так вот, когда я уехал и переехал жить в общежитие, я все-таки поехал к ней и я обнаружил, что книги, которые там остались, она сложила этот самый в узел, она к стропилам туда, чтобы мы еще их не съели, и они ждали меня. Знаете, это меня потрясло. Практически женщина неграмотная для этого сочинения. Ещё не было, но она видела, что у человека, у квартиранта есть некая косинка. И вот это всё складывается в то, о чём вы спрашиваете. Это вот облик велосипедцев, хотя есть достаточно, простите меня, и как в любом городе, как в любом городе, как в любом городе, и хамство, и жлобство, и так далее, но в принципе народ совершенно другой. Это люди, которые там у нас остались, и которые говорят, ты куда вы ехали? Я говорю, ты на Сибирску, это рядом с Иркутском? Я говорю, да, ты не совсем, не совсем. Они это не совсем понимают, потому что я понял, что в Сибири, ну, это уже давно понял, в Сибири не было крепостного права, и это фатальным образом сказалось на нашем поведении. Потом я понял, что в Новосибирске есть ещё другая особенность, я сейчас никого не хочу пугать, но мне сказали, что я это всегда помню, и горжусь им, что он стоит на огромном камне, которое прикрывает огромную радоновую ванну там или яму. Этот радон на всех нас действует, поэтому мы такие замечательные, очень любимые, активные. И, а понимать, что такое город, и, простите, последнее, значит, я был страшно ограничен по, как сказать, расстоянию. Консерватория, оперный театр, училище, то есть это вот треугольник в городе. Я не знал города практически никакого. Когда я начал работать в сотрудничестве с филармонии, я начал выезжать. Но все равно понятие Держинка там и так далее, да как горько, для меня это были вообще понятия какие-то заоблачные. И только со временем, когда я начал, не знаю, писать книжки или что-то такое, в филармонии я вдруг начал сознавать, что меня интересует, откуда этот город пошел, кто в нем работал. Более того, я начал безумно жалеть, что были какие-то люди, с которыми я не общался. Например, Григорьевич Казарновский такой был легендарный человек. Ну, мы с ним как-то так пересекались, но моя студентка писала им дипломную работу и рассказывала, как она у него была. А этот человек еще более многостанавливает, чем я, потому что он был первым футболистом в Новосибирске, потом он учился у Мерхольда, потом он работал в НКВД, и потом он был директором всего того, что можно было быть. Он был директором первой телестудии, он был директором консерватории, он был худруком филармонии, одним словом, вот такая вот. Ну, куда бы его Родина ни послала, он из деток пытался соответствовать. И вот я с ним не успел поговорить. Ну, и таких людей, к сожалению, очень-очень много, и в жизни каждого из нас есть люди, которых мы жалеем, так сказать, что это не произошло, не произошло. А в принципе, я не могу сказать, что Новосибирск самый лучший город в мире. Да? Не могу. По одной причине, потому что я как-то выступал в трубе, по-моему, это называлось, джазовый пцент, и я выступал идею, что беда в Новосибирске заключалась, сейчас уменьшились всех, что он был построен не для людей, а для железной дороги. То есть все то, что здесь делалось, это ради одного, ради того, что мост построили, там набережную сделать, по которой не гулять, а подгонять эти самые баржи и так далее. И это колоссально сказалось на его облике. И поэтому в нем есть оазисы такие. Какая-нибудь улица Урицкого для меня была оазиса, да? Со скамеечками, здесь говорят, это бакинские скамеечки. Потому что только в Баку был некий мэр, который вот решил в советское время поделать кочинство. Он не просто поставил скамеечки, он их покрасил в разный цвет. То есть они были вот не так, как у тебя цветы, черно-белые, они были красные, розовые, зеленые и так далее. И наш мэр, кто там тоже покрасил их, вот это место замечательное было. Потом нашел и другие места, но в принципе, я говорю, что он, к сожалению, не для веселья был придуман, этот город, но сейчас что-то меняется, естественно, что-то меняется. Спасибо. И прежде чем мы перейдем к следующему блоку информации, так будем говорить, или следующему разговору, давайте попросим девушек еще спеть. Давай. Девушки, заслушайте. Сергей Прокофьев, худесник. Девушки, В старом замке за горою Одинокий жил кудесник Был на тыун за горою. Так поется в старой песне Мой лосовой он закваски Не любил вкуса пудры И любил женской ласки Такому что был он мудрый Мой лосовой И любви. Но без женской ласки Прома жизнь Как будто храма Бога Семьи Семьи Почести И слава Без любви Дануя Дануя их к Богу Не сидел он Вечер парни Во взаимности Семьи Семьи Не задумал Он Однажды Сделать Женщину Другую Чтоб Она Была Душою Наподобие Снова Не пронялась Ежедневно И не лгала И не лгала Семьи И склонясь Своим Рекордом Сделал Женщину Кудесник И во Был Над Ион С Чор Так Поется В Поставали Песни Речистая Неборочка Из Редорки К результате Вышла Женщина Смел Кручка Но Она Швецком Без Без Улыбкой Очень Милы Целый День Она И смело За путь Редак Редак Через Через Две Недели Вышел Из Без Редак 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 Скажу Вы Тот Человек Штурвал Музыкальная Жизнь Новосибирска Вот в какую сторону вы рулите, что предполагается, какие новые программы, что такое музыкальная жизнь Новосибирска, к которой вы имеете непосредственное отношение? Ну, штурвал, конечно, замечательно, но мне очень часто хочется поставить его на автопилот и заняться тем, чем я больше всего люблю и больше всего хочу, мы об этом не говорим. Потому что больше всего на свете, ну, так получается, я пытаюсь на новую тему, я люблю писать книжки. Вот, кстати, Данис, это Ваша книжка. Да, вы об этом не спросили, это Ваша ошибка была. Дело в том, что у меня было две в детстве тяги, одна к театру, вторая, значит, писательство, почему не знаю. То есть я пытался разобраться, потому что мой дед работал, это было на юге Украины, Ельцоветград, там, Полтава, он у Короленко, знаменитого, так сказать, писателя, который жил в Полтаве, работал в газете. Работал в газете, так что это первое было. Мой отец, играя в квартете, он все время вел дневники, на которые я вряд ли способен, вряд ли кто-то сегодня вообще способен такое делать. И после его смерти, после смерти моей матери, может быть, здесь раскопали потрясающие несколько тетради, списанные химическим карандашом. И один из этих дневников мы вместе с сыном сумели расшифровать, и вот недавно на одном из сайтов он был опубликован. Это дневник 1921 года, мой отцу 15 лет. Он учится в Одесской консерватории по классу Виланчелли, он учится в каком-то лицее. Там очень смешно, потому что там и революционные, и церковные праздники одновременно происходят. Он говорит, что у нас будет, условно говоря, 1 мая, там будет еще Пасха, нас освобождает, и так на протяжении своего года. И он влюблен, 15 лет, он очень жалеет, что скаутов разогнали, что их нет, и очень много такого. Это удивительный документ, причем совершенно бесстрастный. А потом там случается, умирает дед, отец, и он вынужден зарабатывать на жизнь. И у меня сохранилась его, ну, сначала его назвали трудовой книжкой, это листки трудовой, где он работает в разных, так сказать, развлекательных и пятийных учреждениях. Сначала в Одессе, где они работали, потом он уезжает в Петроград. Там есть все, оплата, время и так далее, удивительные документы. И когда он попал в госпиталь после войны, во время войны он тоже писал дневник, мы его тоже собираемся опубликовать. Это дневники немножко напоминают, я не преувеличиваю по откровенности, некоторые записки Солженицына по части войны. Если бы тогда их нашли, это было бы, так сказать, не очень. Вот это одна часть, так сказать, генетическая. И меня тянула бумага всегда. И до того находилось, что я брал какую-нибудь брошюру с докладом Сталина, открывал и начинал переписывать товарищи. Значит, потом это надоедало. Поэтому моим первым опытом было написание романа. Я помню эту страничку, и там помню первую строчку. По темным улицам Севилии, а может Гранаты, я не помню, но Севилии, наверное, проскопил всадник. А вот дальше я не знал, что делать. Что с этим всадником делать? Куда он проскопил? Зачем? И поэтому этот роман стал неоконченным. Но это вот такой был первый опыт. А дальше была школа, где, в общем-то, любовь к писательству, она убирается. Дальше была профессия, где надо было писать научные статьи, там, литераты, дипломы и так далее. Это журналистика. Да, но зато реализовывался я в журналистике. В музыкальной журналистике. И одна из частей этой музыкальной журналистики была связана с театром. А театр тоже дома как-то был реализован, потому что где-то в возрасте, там, десяти, наверное, лет нам подарили куклу из того, что называется в театральной судьбе баботы, которая одевается на три пальца. Это котенок был, значит, голова, белый корпус и две лапки, так сказать. И тут я понял, что я могу быть творцом, как бы в этом романсе. Кудесник говорит, и мы закрывали часть проема какой-то тряпкой, и он делал то, что делал образцов со своими куклами. Образцов пел классические романсы, он пел тоже мне, то есть я пел, так сказать. И это, у него было экзотическое какое-то странное имя, я придумал, Буба Царапкин. Вот, и это была первая часть. А потом был театр, в котором я ходил, я бы уже хотел стать актером. И как-то театр и писательство, оно соединилось. Я очень много писал, всякого рода рецензии, статей. И это все публиковалось здесь или за пределами даже Новосибирской страны. Но соединилось это совершенно неожиданно тогда, когда я рискнул. Да, я хотел писать что-то такое, чего он не знал. Но я понимал, что никто это никогда не публикует. Потому что кому интересна жизнь интеллигентского мальчишки, который не строит, не пашет, так сказать, мы знаем, какая литература была. И я поэтому убивался. Значит, я мог только писать сказки, я мог писать только вымышленные истории. Но это тоже вообще никому не было нужно. И тут повернулся счастливый случай. Мой коллега Григорий Габерник ставил на сюжет Булгаковского мальера балет в нашем театре. Балет уже был написан, уже был поставлен. Но есть вот такая маленькая деталь. Для того, чтобы это все прошло, надо было написать программку. А в программке должно быть содержание. Содержание никто не знал. Хотя и мне было помучено, так сказать, он попросил написать либретто. Ну, либретто-балет это вообще чумовая такая вещь. Она переписывается в своем сети. И я за ночь написал такое либретто, потому что мне дали. И дальше произошло самое удивительное. Мне с этим либретто надо было прийти на художественный совет оперного театра, который меня во многом не выносил, потому что я писал злобные лицензии на его спектакль. И у нас были очень сложные взаимоотношения с Заком, с некоторыми певцами. Там же какая ситуация была, что если написал, что сегодня певец такой-то пел плохо, они бежали в акком партии жаловаться. Потому что они понимали, что в их жизни только одна лицензия может быть. И вот эта лицензия, значит... Ну, короче, существование было. И тут я впервые понял, мне уже было достаточно много лет, какова разница между тем, когда ты кого-то оцениваешь то... Я уже сказал, что не надо. Просто не послушайте. Одно дело, когда ты о ком-то пишешь и говоришь, что ты хороший или плох, а другое дело, когда ты становишься объектом критики. Вот я пришел на этот самый худсовет, и они начали меня честить, но они ничего не могли со мной поделать, потому что на завтра, грубо говоря, был спектакль, балет уже был поставлен, и кряхтя, и чертыхаясь, они, в общем, усилили меня. Да, через год, по-моему, или через пару лет он нашел свое продолжение более серьезное, потому что известный многие, наверное, Эдуард Александрович Шорник реализовал свой замысел. Он сделал силами детей из 10-й школы англоязычной английский театр «Смайл», который назывался и называется сейчас. Все наши, так сказать, там потомки так или иначе принимали участие. Он поставил «Белоснежку», это было очень смешно, на английском языке мы носили декорации из этого театра «Дом актеров», но потом он с этим «Белоснежкой» снятый на камеру, он поехал в Штаты, и там, значит, начал предлагать на каждом углу. Он нашел такой угол, действительно угол – это штат Вашингтон, это Сиэтл, то есть дальше уже, как бы, столько Канады и Аляска, и там нашелся театр подростковый американский, который сказал, «О, давайте что-нибудь сделаем вместе». Это был медовый месяц отношения СССР и США, так сказать. И американцы, да, он приехал, говорит, есть заказ, давайте напишем такой мюзикл, где русские и американские хорошие герои, будут, как я, вступят в борьбу с плохими героями, и, естественно, победят. И он объявил что-то тоже вроде такого кастингля, и я написал эту пьесу, очень забавную, потому что выяснилось, что у американцев нет плохих героев, ну, у них нет тольклора просто-напросто, и поэтому там всякие злобные тролли и прочее, много там, выполняли функцию нашей, как они говорили, «Баба-Яга», значит, «Баба-Яга», «Ведьма с Запада», «Ведьма с Востока», то, что мы знаем из кинофильмов американских. Вот. Я выиграл этот самый кастинг, музыку написал «Габерник», и мы поехали, его поставил спектакль наши российские, советские тогда и американские дети, они приехали сюда, спектакль прошел в «Глобусе», это тоже сейчас фантастика, потому что «Глобус» перевез этот спектакль в Иркутск, из Иркутска они перевезли его в Киев. Значит, потом они вернулись сюда, и в сентябре 89-го года мы поехали в Америку в первый раз, то есть это был шок, хотя, в общем, я уже много раз бывал за границей, но в Америке в первый раз, и там долго не мог понять, кто я такой, плейрайтер, значит, и семья, в которой я жил, они подозревали меня о том, что я представляю совершенно другие службы, но у них оказался рояль, и когда я сел за рояль, я начал играть, они поняли, что я не просто агент, а агент с музыкальным образованием, и лед растает. И после этого, после американской поездки у нас, мы вернулись сюда, мы написали еще одну пьесу, она уже с Андреем Паковым, «Теплые сердца Сибири», тоже музыкальный такой был полуфольклорный, и показывали ее еще в Финляндии. Ну, а дальше, в общем, произошло то, что происходит, произошло то с Неславским и с... Не мировой чем танцем? Нет, с Мирхольдом. Вот, разошлись дороги, потому что Шорник претендовал на травмонюбин балет, он сам танцует, он хотел, чтобы это был балет преимуществом, театр был балетный. Я балет не очень люблю, меньше, чем он танцует или танцевал, я хотел, чтобы был это музыкальный театр. И тогда я решил сделать, ну, 91-й год, понимаете, все в стране, так сказать, это сейчас называют какими-то позорными годами, замечательные годы, потому что любой человек мог делать то, что он захочет, если у него было желание и воля. И тогда я придумал, потому что до этого мы работали в консерватории, то, что называется «Центром Мир Музыки», проект этот я подал в Новосибирск, здесь был всесоюзный конкурс, я даже выиграл там четвертое место, стал лауреатом всесоюзного конкурса, получил премию в 500 рублей, и получите я ее и 31 декабря, не помню, сейчас какого-то года, в общем, я ее получил, а на следующий день произошло вот это вот, да, вы знаете, не дефолт, это называется, просто это самое, и эти 500 рублей ничего не значили. Но я работал, я числился в ведомстве «Онам Чендинка», это была такая программа «Город детям», и мы на всех афишах писали, что это «Город детям». И мы собрали детей, мы начали что-то придумывать, и я понял, что мы только можем придумывать что-то свое. И тогда я обрел, так сказать, как бы профиль, не просто руководителя этого театра, и мы написали с Андреем Кротовым первую нашу оперу, которая называлась «Опера для детей и взрослых», «Опера Ковчег», потому что и чувство каких-то потрясений за то, что мы плохо себя ведем, за то, что мы не так себя ведем, оно висело в воздухе. И мы это сделали, и в день столетия Новосибирска, в 93-м году было, в июне, мы это показали, потом выдали три раза на сцене «Опера для театра», а дальше пошло. А сейчас, я думаю, зачем я это сделал, потому что я теперь не знаю, как это было показаться, потому что это дети, которым ты привязан, которые привязываются к тебе, они привозят уже своих детей в эту школу, они вспоминают, это очень трогательно, это без всякого, как говорится, преувеличение. Это театр, и до которого я пишу, мы там практически один или два спектакля взяли у каких-то других композиторов и либретистов. Это все, так сказать, наше. Как это долго подержится? Я не знаю, мы будем через два года отмечать свое 25-летие. Своё 25-летие. Вот так вот. Вот так это заценилось. А книжки? Книжки пришлось писать. Первая книжка была про Валерия Григорьевича Ягудина, и она вообще не требовала погружения в историю города, потому что я вот знал о том, я приехал сюда, он был студентом. А дальше я его наблюдал, я брал у него интервью по журналистской этой привычке, и книжка, в общем-то, получилась, но редактор мне сказал, эта книжка, это еще было издательство такой советской партии, но этого не про Ягудина написали, этого про себя написали. Я так скромно потыкнулся, что вообще-то вся литература она авторская. А вот когда мне пришлось писать книжку про Армута Михайловича Канцева, вот тут я окунулся в историю, потому что надо было посмотреть, что было до, что было в сороковые годы, что было в тридцатые, и мне пришлось некоторые, ну так скажем, мифы новосибирской культурной жизни опровергать. В частности, существовал такой мир, что Армут Михайлович приехал, создал оркестр, и все так сказать. А никто не говорил тогда, или почти не говорил, что до Армута Михайловича 10 лет в помещении дома Ленина, как сейчас он называет, работал симфонический оркестр каждый понедельник из музыкантов оперного театра и музыкантов радио, которые были. И дирижировали ему лучшие тогда дирижеры, и тот же самый Занк, Копылов, Губинда, и Факторовичи. Это все было. И вот это было первое прикосновение, так сказать, к истории. А потом, когда уже пришлось писать книжку, посвященную филармонии, тут вообще я окунулся в такие дебри, только можно было жалеть, что ничего, так сказать, этого нет. И, наконец, дальше, поскольку фантазия разыгрывается, в филармонии приходилось очень многое делать, очень много выступать. Это вот о неправильных книжках. Да, да, да. Понимаете, есть вещи, о которых очень нельзя рассказать. В 2006 году, вот сейчас вот, был юбилей Моцарта. Ну, по этому поводу все играли музыку и так далее, в том числе и за пределами Новосибирска. Надо было что-то о Моцарте говорить. Говорить о аудитории, скажем, школьной или почти школьной, музыкальной школы, там, Эскетина, Баранинская и так далее, о Моцарте очень трудно, потому что вы ничего, про музыку ничего не расскажете. Не будешь же рассказывать о содержании Дон Джоанна, где-то вроде. Вот. И тогда у меня родилась на почве такой бессильной ярости, вот как это все подать, родилась совершенно сумасшедшая идея, которая прожила плодотворно. И можно рассказать о любом композиторе, далеком писателе, если его приблизить к публике. А как его приблизить? А надо его переодеть в современный наряд. И тогда Моцарт у меня одевает джинсы, Моцарт пользуется компьютером, который ему подарил Сальери, из командировки приехал. Моцарт пытается что-то такое там, так сказать, электронная почта пользуется. Да, да, да. И у него не получается. И когда я рассказываю детям о том, что не получается, первым я, по-моему, в русских имя сидит какой-то пацан говорит, так ему надо было нажать на Enter. Я понимаю, что все правильно пошло, так сказать. Осталось только это, так сказать, включить в тексты, и рождается книжка, которая, так называется, книга, очень неправильная книга для родителей и детей. Я сначала думал, что это будет для самых маленьких, но потом понял, что это в основном для родителей. Одна мама, прочитав первую часть, сказала, что она три дня сидела за компьютером, пытаясь найти все ошибки, которые там есть. А я знаю, что в Митере есть литературный журнал детский, который специально создан из неправильности литературной, для того, чтобы, знакомясь с неправильностью, дети поняли, что же все-таки самое правильное. И это от обратного, как говорится, воспитания. От того, что я говорю заведомую ерунду, чушь, а они должны это понять или не понять. И взрослые дети не совсем хорошо понимают, потому что уровень образования в нашей стране, он не самый высокий, особенно гуманитарный. И когда я пишу, что композитор Бакеринь, такой был один из создателей струнного партета, долго там играл, значит, у испанского короля, подробности рассказывают, и однажды ему приходит, а жил он в 18-м столетии, под внимание, чьи правы, в 18-м столетии, и вдруг ночью сдается звонок в дверь, значит, тут идет, и только кто там говорит, телеграмма, он открывает, и ему телеграмма от японского императора. Японский император, говорит, пишет там, что ему очень нравится знаменитая музыка Бакеринь и Минуэт, которую все знают, которая на всех этих самых телефонах и так далее, и поэтому он, благодарность за его музыку, он шлет ему подарок, карету последней конструкции марки Тойота. Ну и вот Бакеринь в легком трансе, потому что он знал, что японские кареты пользуются очень большой популярностью, они очень прочные, проходные и так далее. И он, значит, на следующее утро бежит в посольство Японии, простояв в том очереди, он выясняет, что надо заплатить, так сказать, пошлину определенную, и его спрашивают, а каким образом, значит, выходить, чтобы карета пришла. Вот это начинает развиться тоже, потому что, можно, значит, по... Детям. Ну да, нет, ну там, значит, по великому, так сказать, шелковому пути, а можно по Транссибирской магистрали, значит, а можно через Турцию, потому что там все дешевле, что-то вот такое, так в шестой год это все было актуально. И он посчитал, 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 такими, и по-моему, что это неподъемно для него, а ему семью надо кормить. У него, как у каждого уважающегося итальянца, каждый год дети по-моему, да, и все эти, надо для этого писать квартеты, и прочее, прочее. Он взял и отказался, написал письмо императору с благодарностью, сказал, что очень занят работой, так сказать, и вот так и так. Вот такой вот абсурд с примечаниями наукообразными, где говорится, что когда он спрашивает в Акирине в стук дверь «Кто там?» Я говорю, что это гениальное предусхищение знаменитой фразой из кинофильма «Тро их простокрашены». Птичка спрашивает «Кто там?» Вот такие вещи. Плюс еще там есть такое науко... Я пишу о том, что мне это подбросили выкупись где-то там в Праге или что-то еще, и я ее переводил долго. Потом через пару лет появилась вторая книжка, мне тоже подбросили, и там продолжение этих историй, там, в частности, моя любимая история про Гендаля, который приехал в Лондон, плохо все знал, и он встречается с... Да, я забыл сказать, что герой этой книги не кто-нибудь, это данный родственник барона Менхаузен, собственно, Почему? То есть запутываете окончательно? Да, окончательно. Ну, а известно, что барон Менхаузен упал с жертвы своих рассказов, потому что он служил в русской армии, потом он... А, как разняется? Он служил в русской армии, но когда произошла смена Анны на Елизавету, он, значит, демобилизовался, приехал к себе домой, Брауншвейк, начал жить, дудинный жених, его начали обхаживать девушке, одна обходила его, так сказать, капитально, хотя ему говорилось, что не пей из колодца, так сказать, козленочком станет. Короче, она ведь дико обманывала, что-то не начинает для свадьбы, и кончилось тем, что отношения расстроились, а он ходил по кабакам и рассказывал невероятные истории. Эти истории даже кто-то напечатал в Лондоне, когда, наконец, он дошел до того, что понял, что надо с ней разводиться, и был суд, и деревушка замка, что эта женщина сказала, как вы думаете, исключить граждан, да что вы ему верите, он же известный в мире врун, так что ему ни одного слова нельзя верить, он же все выдумывал, это и суд, присудил этот замок ему, так Барон Менхаузен покончил с земным благосостоянием. Короче говоря, этот родственник Барона Менхаузен, он рассказывает всякие истории про Вивади, про Моцарта, про Бакирини, про кого-то еще. Один из моих читателей сказал, говорит, это все правильно, только у Барона Менхаузенов рассказывай, сюда участвует он сам, а у тебя здесь не участвует, поэтому вторая книга рассказывается о Бароне Менхаузене, который приехал в Лондон играть в оркестре, и его, значит, с ним встречается Геннели, и говорит, что, Геннели рассказывает, что к нему обратился начальник английской Mi-6, если вы фильм про Монда видели, когда не знаете, что это такое, который предложил ему участвовать в Олимпийских играх в Лондоне, значит, в 1716 году, по моей версии, лондонские Олимпийские игры, и многие люди это встречают, а что я могу сделать, спрашивает Геннель, он говорит, ну вот есть виды спорта, которым Англия отстает, и вы должны написать такую музыку, чтобы поддержать, и в конечном итоге оказывается, что русские побеждают в борьбе, испанцы, еще где-то, там все расписано, а англичан остался одной надежды, это гребля, и вот начинается гребля на восьмерках, там разные команды участвуют, а Геннель подплывает со своей лодкой, на которой находятся музыканты, и начинает играть музыку, которая у него же потом получила название «Музыка на воде», это факт, и английские гребцы, услышав эту музыку, они начинают грести, и они вырывают золотую медаль, ну и что значит дальше, значит, он встречается с Геннелем, ну все, они сделали как хотели, как обещали эти самые разведчики английские, музыканты получили там пять фунтов, а Геннелю обещали, что он получит гражданство, и что его похоронят в изнинце, так оно и случилось, так оно и случилось, вот такого очень-очень много, а в отношении штурвала, так сказать, в новосибирской филармонии, с моей точки зрения, должно быть все самое лучшее что есть в музыкальном мире в Новосибирске, да, и поэтому мы стараемся все возможное из молодых кадров или, так сказать, кадров в среднем острове к себе привлечь, хотя, ну, система штатного расписания такова, что не все могут начать у нас постоянно работать, это хорошо, когда ко мне приходит какой-то музыкант Володя Альминович, я с ним пас, который когда-то начинал у нас все такое, говорит, у вас можно посмотреть? Я говорю, да, а цена вопроса, я должен спросить, он говорит, ну, я говорю, у нас есть такой лозунг, что филармония это не место, где зарабатывают деньги, филармония это место, где любят музыку, он говорит, понятно, это определяет во многом, так сказать, нашу позицию, филармония совершенно ненормальная по структуре, такого нигде в мире, нет, потому что обычно филармония вокруг одного зала или вокруг одного оркестра, берлинская филармония, например, а у нас 20 коллективов, и это что-то вроде такой, знаете, или феодального государства это худший вариант, или конфедерация это все лучше, а вот я наверху, так сказать, должен или разбираться в этих дрязах, или, так сказать, мирно править, так сказать, поэтому это довольно трудно, причем каждый маленький, так сказать, феодал, у него свои концепции, свои амбиции и прочее, и прочее, это очень довольно трудно сделать, и мы, в общем, как-то последние годы с этим справлялись, у нас был период двухлетний достаточно неприятный для нас, потому что так получилось, что на главе учреждения политики стало не столько художественное начало, сколько административное, принципиальное, кстати, ставка на зарабатывание денег, и это, в общем-то, себя не оправдало, поэтому это все кончилось к обоюдному, ну, не к обоюдному, а к нашему удовольствию, 19 сентября у нас сменилось руководство, 19 сентября мы объявили Днем независимости филармонии, вот, и будем как-то отмечать в дальнейшем физически. А что можно сказать о новом? То что, о новом? Да, да. Вы знаете, очень много, так сказать, фейков, как принято сейчас будет, зелоги, сетон тромбонист, из оркестра, и так далее. Да, он музыкант, практикующий, это очень важно, потому что он прекрасно понимает нашу, как бы сказать, не просто список, а природу музыканта. Мне почему легко, я вырос в музыкантской среде, я знаю... А что, откуда он? Он из оперного театра, он новосибирец, он кончал консерваторию у нас, я его помню, студентом, но, это очень важно, кстати, он грузнец тоже. Да, у нас там подряд идет грузнец, Гусев Владимир Куркевич, Гусев, так сказать, Турыгин, так сказать, вот еще, Толкачев, да, это нехорошо. Это очень хорошо. Да, так вот, он все эти годы специализировался на музыкальном, ну, как на самом деле, на шоу-бизнесе. Он человек, который создавал свои проекты, детского творчества или любительского творчества, он создавал, участвовал в создании фестивалей, прочее, у него колоссальный практический опыт, именно вот руководство, не театром, как таковым, а вот именно музыкальными, концертной деятельностью, да, концертной деятельностью, и он очень все хорошо, так сказать, понимает и чувствует. Да, он не очень хорошо знает нашу внутреннюю специфику, но для этого есть, так сказать, наши с ним контакты, да, и поэтому я думаю, что через какое-то время у нас это наладится, а главная проблема, о которой я уже говорил публично, для того, чтобы зарабатывать деньги, у нас совершенно патагонная система по отношению к музыкантам была, и это привело к тому, да, они работают, они все служащие, они все на зарплате, но есть порог, за которым нельзя больше кормить публику концертами, фильмами, книгами, речами, как мы до закрытия гардероба работаем, а больше нельзя, и количество концертов, которые филармония должна была давать в городе, оно зашкаливало. зашкаливало. И, в общем, все уставали, да? Ну, дело не в том, что уставали, я говорил, что должно быть время у педагога, для работы, должно быть время у музыкантов, чтобы подготовить новую программу. Значит, надо было тиражировать то, что есть, а для того, чтобы обмануть вас немножко, надо было придумать новое название старой программы. И вот это все, так сказать, крутилось. Людмилена, она была, как говорится, умела зарабатывать деньги. Ну, неизвестно. Вы знаете, это спорный вопрос, да, она умела зарабатывать деньги, но способы зарабатывания денег, они отличаются, так сказать, в природе. Поэтому, каким образом, мы, например, обнаружили, это не, как говорится, тайная штука, например, люди едут через нас из Москвы, коллектив какой-то, они получают грант. В Москве очень хорошо по этому поводу, они получают грант и в Минкультуре России, или правительства, или Москвы, и так далее. То есть, им оплачивается все. Они говорят, вот мы, называется такое есть фатальное слово, мы на маршруте. Это значит, они приезжают там в Омск, в Новосибирск, и так дальше. Вроде бы, возьмите нас. Южный Роковство их брало. Они у нас выступают. Но у нас они не оправдывают себя и в результате мы получаем, как организация, которая должна зарабатывать деньги, мы получаем минус, причем колоссальный. Некоторые программы у нас сейчас откроют минус 300 тысяч и так далее. То есть, с одной стороны, мы их привечаем, с другой стороны, вот происходят такие вещи. И мы отказываемся от очень многих вещей в пользу наших новосибирских коллективов. Сейчас у нас будет с новогодними елками такая история. Мы отказываемся от фирмы знаменитой певицы, как ее зовут, Бабкини, у которой есть фирма, она там гоняет елки по всей стране. Это очень невыгодно для нас. Хотя, очень для нас самое главное, это количество зрителей, которые приходят, даже не деньги, количество зрителей, количество упоминаний средств от массовой информации. Это знак престижа. И наши контакты с другими заведениями и так далее. И вот мы только что провели джазовый фестиваль. Впереди у нас 15-20 ноября должен приехать по-другому сюда. И, кстати, вот ситуация с Репенем очень показательна. Вот они три года подряд проводят здесь фестиваль, и мы почувствовали к третьему году, что город устал. Город устал от того, в безумных центрах на эти самые концерты, потому что это в 4000 лан благосостояние не увеличивается, оно падает. Город устал от того, что если в первый фестиваль были звезды первой величины, о которой очень худо-бедно на люди слушали, то второй, третий раз это тоже звезды. Их очень много в мире, но это не те, которых мы с вами знаем, следует на интерес немножко другой. И у нас задача, и губернатор это поддерживает, хотя в общем в этом году это еще пройдет, делать его раз в два года. Это есть принцип динали, чтобы люди немножко могли отдохнуть. И потом немножко изменить номенклатуру наших фестивалей, потому что масса есть предложений. Есть фестиваль, который китайский коллеги предлагают, есть фестиваль совершенно разных инструментов. Это все то, что достаточно интересное должно вызывать для публики. И поэтому штурвал надо, так сказать, поворачивать туда, куда частично нас несет волна. То есть мы должны быть в тренде мировой музыкальной политики. «Огнев будет у нас выступать». Он говорит, потому что в апреле ему исполняется 50 лет, и я говорю, ну раз ему исполняется 50 лет, за что платить, как институт. Ну, это такие шутки должны ждать менеджерских. Так что много-много интересного может быть. И, к сожалению, большому сожалению, мы, наверное, сегодня закончим. У меня такое предложение. Владимир Михайлович, вас можно слушать бесконечно. Согласитесь? И я знаю, что... Я знаю, что Владимир Михайлович не рассказал даже десятой доли того, что нам было бы интересно послушать. У меня такое предложение. Может быть, вы к нам придете еще? Что я должен ответить? Да. Спасибо. Я хочу сказать прощание. Во-первых, я им очень благодарен, потому что, знаете, вот сейчас, когда у нас поменялась ситуация, на моем плече неожиданно легло невероятное количество новых нагрузок, которые я раньше первые два с половиной года не испытывал. И сегодняшний день я знал, что вечером мне предстоит непонятное дело в моей жизни третий раз творческий вечер. Да. Один раз выходил в городке, один раз только у вас где-то еще. Не используя, да, совершенно невозможности. Вот. То есть, я не знаю, что делается на творческом вечере. Споют, танцуют, вот, девушки. Девушки еще споют. Сейчас, и просто, и я сегодня вот где-то с трех часов до половины шестого народ шел ко мне, извините, как в мавзолей. У каждого свои проблемы и одна особенность художественной жизни. Это не секрет, что каждый предыдущий жаловался есть один такой секрет менеджерский. Говорят, что если ты хочешь, чтобы человек ушел от тебя с хорошим настроением, ты должен рассказать им, как тебе плохо. Я начинаю говорить, что вот вы жалуетесь там, а у меня столько в этом, и прочее, прочее. Поэтому я шел сюда с угремым настроением, плюс проблема парковки, проблема так сказать, да, и прочее, прочее. Да, я очень благодарен. Еще два. Два момента. Вы принесли книги. Скажите, пожалуйста, где это можно купить? Ну, филармонии. Ну, филармонии они продаются во время концертов. Я знаю, что книжка вот эта «Красная про Абкадзе», ну, не «Красная», она, по-моему, уже распродана. Ну, давно по-разному, кстати, она в 95-м году. Вот эта книжка про машины. Вот «Филармония» продается времена года, это точно филармонические. А вот эти детские книжки «Кар» и последняя книга, где собраны всякие мои статьи за долгие годы, она должна продаваться, как называется, в Плине и Старшем, по крайней мере, так предполагалось. Я проверю на днях, в основном, просто «Филармония» там. И еще, вы сейчас стали вести на радио очень интересную передачу, которая об истории Новосибирска. Да, она не история Новосибирска, это же Новосибирское муниципальное радио, там и Новосибирские новости. Они попросили что-то такое сделать, связанное. И я вспомнил одну вещь, которая, вопрос о углублении. Я вспомнил, что в Новосибирске 13 улиц вносит имена композитов, только 13. Писателей значительно больше. Причем, если писатели относятся к категории георганизационного Новосибирска, там, Крылова, Писарева, это все, так сказать, до 17-го года было сделано, молодцы, какие они были. Ну, за исключением Демиана Бедова, естественно, которого тогда не знали. То композитовские непонятные. Вот эти улицы я собрал, значит, я о них рассказываю, где они находятся. Я не знаю, как они стали носить эти названия, потому что об этом никто не знает. Может, Костя Белодяй в этом самом музее Новосибирска это знает, но это неизвестно. И шла музыка композиторов с членом Стамена, и это было очень забавно, потому что Новосибирские улицы известны всем, скажем, улицы Римского-Корстского. Как у него было другое название. Рядом находится Митероевич Данченко, причем это в промышленном районе, ну, как с ним, как говорится, все привыкли к этому. Нарисуется Моцар. Да, это единственный город, наверное, на Царском Союзе в России, где она находится в русле Ельцовки, Ельцовки 2, по-моему. То есть по дороге на площадь Калинина, там слева и справа, помните, была Ельцовка, меня сейчас застроили. Там река эта идет, впадает в гость. И вот в самом, так сказать, конце этой реки, очень маленькая, говорят, там рядом находится, по-моему, комбинат мясной, там находится улица Моцар. Это жилой частный сектор и так далее. Там никогда не звучала музыка Моцар. Есть еще один пример, улица Шубарта. Она вообще находится, по-моему, на правой стороне, но там у нее удивительный, так сказать, контекст. Потому что рядом Шубарт, ну, такой уголень, очки, пухлости, рано умер. А там рядом улица называется Танковля, Оборонная и какая-то еще. Потому что там военные заводы, так сказать, со всех сторон. Плюс есть улица совершенно непонятная в городке. Есть улица Гнесинка. Это семья, где были и композиторы, и пианисты. Находится в микрорайоне Ща. И там, значит, есть такой билдинг, который так и называется, как называется в Москве Академия Гнесинка. Просто у него непонятно. Ну, а дальше начинается Доргомышский, Балакирев, это все Глинка. Есть Чайковский, это все достойно. И зарубежный композитор. А, еще и последняя. Улица Агинского. Вот этот самый Агинский, который известен как автор, значит, Полонеза. Это любопытная фигура, потому что поляки раньше могли бы считать польских композитов. А после 91-го года поляки от него, так сказать, отказались. Потому что он действительно принимал участие в восстании Костюшка в 94-м году. Но потом он надумался и переехал в Петербург и стал сенатором России. То есть ему сменил святому делу Речи Посполитой. И писал прощания с Родиной и так далее. Очень интересная фигура была. Но потом братья белорусы вспомнили, что он родился в городе Гродно или на Западе. И там музей имени в 91-м году, когда Белоруссия получила право на самостоятельность, они решили планы сделать гимном. Гимном Белоруссии. И все было бы так, если бы не сильная коммунистическая фракция в парламенте Белоруссии, которые встали косяком, они не разрешили. Поэтому полонеза Кинского достался нам. Всем, где он находится, я сейчас, простите, не помню. Вот в каждой передаче, их 13, рассказывается об одной из улиц, звучит музыка этого композитора и рядом с ним ты. Плюс даты. 60 лет консерватории, 60 лет симфоническому оркестру, 75 лет союза композиторов. 80 лет филармонии. Да. Единственное, что плохо для меня, это то, что я любил, много лет работал на радио, говорить вот так, как я с вами говорю, то есть в прямом эфире. Имею в виду непосредственный отклик, чтобы мне позвонят, или скажут, или обругают, или похвалят. А здесь все пришлось записывать. И поэтому от реального ответа нет. Правда, мне откладывают тексты, дали мою почту, потому что в основе там лежат идеи книги, которая еще не написана. Это книга с провокационным названием «Искусство жить в Новосибирске». И вот я там рассказываю о своем принятии города. И там есть такая анкетка, которую каждый должен, любой может ее запомнить и прислать ее мне. Анонимно она будет использована. Ваши новосибирские корни. То есть они могут быть в них, может не быть. Что самое приятное, что вы больше всего любите в Новосибирске, с точки зрения города. Что самое неприятное, что вы не любите в Новосибирске. Дальше. Люди в Новосибирске, которые мы встречали, которые оказали на вас влияние. Что-то еще. И последний, седьмой вопрос. Я больше всего и люблю, потому что он взятый с практики литературной газеты. Прошлый лет там была такая рубрика «Я себя буду директором». Так вот, примерно там такой вопрос. Если бы у вас были деньги и власть, что бы вы сделали для этого города. Вот, если я получу ответы на этот вопрос, у меня немножко есть. Это будет почва для книги. А в какой времени эта передача будет? Она идет в пятницу и в воскресенье в 10 часов вечера. Специально, правильно, правильно. Вот так. Значит, еще, там пошла сейчас третья передача, проводится Юринского корня. Это будет до конца передача, сколько это будет. А на какой волне? Это 101 плюс 4, или 104 плюс 1, или 101, 4, да-да. Это ЛФМ. То есть вы берете наушники, включаете свой телефон, а дальше как-то везло. Парадиус. Чебычок? Парадиус. Нет. Нет, она не кухонная волна. Нет, нет, это городская волна называется станция. Городская волна. Бывшая муниципальная работа. И заканчиваем мы сегодняшний вечер музыкой. Я приглашаю Олесю Журавкину и Елену Паковскую на нашу сцену. Звучит Рахманину. Романс они отвечают. Слова Гюгут и Львов Мея. Спросили они, как в летучих челнах на медлую чайность взбить на волнах, Чтоб нас, старуха, не догнали. Гребите, они отвечали. Спросили они, как забыть навсегда, Что в мире и дарном есть бедность, беда, Что есть в нем гроза и печали. За свете, они отвечали. Спросили они, как в лесальский влечь, Без чай, чтоб сам для страх за мою речь, Они об обнятия пали. Любите, они отвечали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, Леонид Михайлович. Спасибо всем. Мы по-прежнему ждем вас в последнюю среду. Кажется.